Тем временем, моя хорошая, сибирская гастрономия, господи, она настолько разнообразна. Наш ресторанный блогер Мария Дельвер решила проверить и отправилась в Новосибирск. Ну, на Мальдивы-то сейчас нельзя. В общем, хорошо ли в новосибирских ресторанах, смотрите в сюжете далее. Друзья, всем добрый день. Наше вкусное путешествие по городу Новосибирску продолжается. И сегодня мы пришли в одно из культовых мест города, называется Горячий цех. Вы знаете, какой был один из самых больших запросов, куда сходить? Это как раз был Горячий цех. Поэтому, ребята, сегодня мы здесь, делаем для вас вкусный обзор, расскажем все самое интересное и вкусное, и, конечно, расскажем, сколько все это стоит. Поэтому все, как я говорю, вкусное и интересное впереди. И ради чего мы сюда пришли? Это, конечно, попробовать блюдо из смокера. В смокере весь процесс приготовления происходит в течение 16 часов. И вот смотрите, вот такой кусочек мяса, брискет из 16 специй. Стоимость такой порции 890 рублей. У меня перед вами. К нему я рекомендую подобрать вино из Испании, Рибера Доль Дуэра. Сортным пронилем. Стоимость такого бокала 640 рублей. Ну что, пробуем? Это мясо, которое тает во рту, а не в руках. Помните эту фразу? У тебя, это вообще невероятно. Это очень вкусно. На закуску мы заказали лосось с драником и сырным кремом. 580 рублей. Розбиф из смокера. 530 рублей. И также обязательно в каждом заведении мы пробуем брускетту с лососем и сливочным соусом. 510 рублей. Вы знаете, нам очень часто приносят комплименты от заведения. Это, видишь, чего-то такого небольшого, вкусного, сладкого, либо соленого. Но вот такой комплимент в виде вот такого огромного куска торта... Саша, это, по-моему, давно такого не было. Давайте попробуем этот медовик, который говорит, что очень бесподобный и очень вкусный. Ребят, вы знаете, я не очень люблю сладко, но это реально вкусно. Попкорн. Медовы. Наш вкусный обед в ресторане «Горячий цех» завершился. Вы знаете, что мне понравилось больше всего? Последнее время мы ценим рестораны больше за атмосферу, за вкусную еду, за настроение. Вот здесь есть реально классное настроение прийти к компании, затусить, выпить классного вина, либо выпить что-то покрепче. И при этом обязательно заказать мясо. Мясо здесь готовят бесподобно. Друзья, вы знаете, я в последнее время тоже ем мясо, но такого мяса я еще не пробовала нигде. Поэтому я однозначно вам рекомендую посетить «Горячий цех» в городе Новосибирске и прийти сюда с отличным настроением, с друзьями, большой компанией, потому что площади действительно позволяют. Поэтому, ребята, Новосибирск, «Горячий цех», отправляемся. Ну, хорошо, да, я так понимаю? Ой, как вкусно было. Ой, как вкусно тебе будет завтра. Но об этом позже. Итак, Мария Дельвер, все, она в гостях, классно. Маша, ты была в Новосибирске? Была. Итак. Что ела, пила, да? Ну, Новосибирск, вот, что ты ела, мы видели. Вот Новосибирск, вот Красноярск, значит. И бог ресторанного бизнеса говорит, выбирай, где лучше. Ты знаешь, на самом деле мы были приятно удивлены вообще уровнем новосибирских ресторанов. Мы пообщались... С дорогами не повезло, хоть с ресторанами фортанулы, да? Чем не повезло? С дорогами. Ну, кстати, мы на самолете долетели очень быстро и классно. Повезло, значит. На поезде мы не поехали. Так вот, смотри, на самом деле мы приехали, у нас было 3,5 дня, и мы посетили 7 ресторанов. Мы тоже сделали опрос в Инстаграме, и ребят попросили, ребят порекомендуйте что-то интересное, классное, и прям, чтобы это, ну, можно было показать красиво. И мы все эти заведения прошли, составили вообще, в принципе, понимание об общепитии Новосибирска. Правда понравилось. Вот серьезно, очень классно и очень круто. Ты мне так говоришь, как будто я не верю тебе. Нет, я верю. Ты веришь, да? Верю, 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 честно, честно верю. По-настоящему, да? Ну, смотри, но самое интересное, что мы пообщались с шеф-поварами. Первый день мы посетили, называется Pardon my French. Это формат винного бара, очень такой кулуарный, очень такой стильный, очень интересный. Этот повар, кстати, не так давно приезжал в наш город, в гастрономический институт и давал ужин. Француз, он реальный француз. И мы с ним долго общались. И он сказал, что Красноярск, его мнение, что Красноярск все-таки выше по уровню общепита, чем Новосибирск. Но ты знаешь, я скажу так, у меня сложилось 50 на 50. Поэтому, ну, вот мое мнение такое. Слушай, а там рестораны или бары в приоритете у населения? Ты знаешь, там очень много, ты знаешь, что самое классное в Новосибирске? У них очень креативные названия. Да, да, да. Пардон Майф Френч тоже прикольно. Пардон Майф Френч. Это, типа, простите за мой французский, да? Да, ну, типа такого, да, что типа Майф Френч. Еще, знаешь, я скажу, мне название понравилось. Что-то как-то убелучи, что-то там, что-то убелучи. Такие названия, ну, прям реально креативные, интересные. Как ругательство звучит? А? Как ругательство звучит? Белучи, ну, Моника Белучи. Я тебе сейчас... В Белучи. Так вот, мясо, значит, говоришь, да, хорошее там? Мясо хорошее было. Вот как раз в это заведение, что показали, это было бесподобно. Я такого мяса в смокере ни разу не пробовала. А есть что-то такое, чего ты не пробовала здесь, но там тебе это вообще... Ну, в смокере, вот, смокер я не пробовала ни разу мясо. Вот в Красноярске, я не знаю, есть ли у нас смокер, ребят, может быть, просветите я. Есть, наверное, что же. Есть в разных приготовлениях. Если нет, то сейчас Журкин срочно звонит кому-нибудь. Так, ребята, покупаем смокер. Дельвер не видела смокеров в Красноярске. Есть хоспер, есть гриль, но вот именно смокер я не знаю. А дороже или дешевле там, чем здесь? Тоже примерно ценовая политика, вот, одна и та же. Я не могу сказать, что прям какие-то вот прям слишком большие перекосы, нет. Вот смотри, красноярцы, вот, и гости, и мы уже жители, мы привыкли к тому, что вот у нас такая кухня, она заточена под нашу сибирскость, если можно так сказать. Вот шишки, ёлки, медведи и икра. А там под что? Смотри, на самом деле, у них тоже, да, есть сибирский акцент. И один ресторан тоже мы были, я надеюсь, что, может быть, покажут в следующем эфире, называется Пуппинхаус. Это кукольный дом, это что-то невероятное, это реальный гастрономический театр. И кухня там как раз сибирская. Там нам подавали вот такую уху из белорыбецы. Мы попробовали блины, мы попробовали невероятный цезарь, который делается тоже на сибирский манер. И, конечно, мы попробовали рыбу. Скажи мне, пожалуйста, когда у нас северная рыбка? Нет, не омоль, получается. Да я не ем рыбу. А не ешь рыбу? Ну скажи так, попробовали малосоленую рыбу? Тоже великолепно. Поэтому акценты в сибирской кухне однозначно... Муксун, господи. Да, вот, точно, точно. Как же он называется? Вот видите, я такой рыболов, что мускун. Это мускун? Да, мускун. На тебе вот. Но ты потрясающе разбираешься в чизбургерах, бургерах и дёнерах. Вот, кстати, Мария, да, поскольку у нас остаётся ровно минута, напомню, если кто-то не в курсе, на прошлой, позапрошлой неделе, да, я Марии сделал предложение. Давай-ка, Машенька, мы с тобой составим рейтинг вот таких заведений, где подают шаурму... Дёнер. Дёнер и лава... Ой, господи, чебурек. Так вот, завтра, завтра, всё, она уже не отвертится, видите, она уже джинсуху надела, то есть она готовится. Завтра мы с Машей едем, значит, по самым прекрасным заведениям, которые готовят эту уличную еду, но это стритфуд и очень прикольно. Я считаю, это классно, я сам обожаю это всё, честно говорю, не стебусь, не смеюсь, не пытаюсь Машу отравить, потому что знаю, что сам я это ел нормально всё, и ты тоже выживешь. Так что завтра мы с тобой отправляемся, делаем шикарный рейтинг, потом ты бежишь в спортзал на 4 дня, вот, а я довольный и сытый буду рассказывать вам, как мне было вкусно. Маша, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Вам всем желаю, друзья, приятного вечера, ни в коем случае не переключайтесь, потому что дальше для вас тоже всё это на преме. Спасибо.